Привет, друзья! Мы продолжаем делать нормальный контент на русском сегменте гитарного ютуба. И в первую очередь я передаю привет всем тем, кто были 7 августа в клубе Red на концерте Animals As Leaders. Это было безумно охренительное представление. На мой взгляд, Головин и тройка гениев из Калифорнии, которую мы все с вами обожаем, в виде Тусина Абаси, Хабьера Райса и Мэтт Гарски. Безумно классно отыграли, все просто молодцы, всем безумно понравилось. Единственное, что меня очень сильно расстроило, это то, что организаторы, к сожалению, не смогли по приезду Animals As Leaders организовать автограф-сессию. Потому что я очень сильно хотел передать ему один из... один подарок, который сделала моя подруга. Блин, вы только посмотрите на это, это же просто офигенно! Именно поэтому я такой подарок хотел подарить, чтобы они знали то, что русские фаны любят их больше всего, и чтобы они приезжали к нам почаще. Но, по крайней мере, Тусина сказал то, что он обязательно приедет на следующее лето, и, в принципе, я думаю, не страшно, можно подарить в следующий раз. И да, сегодня у нас, понятное дело, не приближенная тематика. Сегодня у нас один инструмент мастера Антона Смирнова, проживающего в городе Кострома, и его группа называется Джабиру Гютерс. Да, 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 подобие Абаси Гютерс. Ну, не подобие, а, понятное дело, просто именно аналог Абаси Гютерс. Но это седьмой его проект под кодовым названием Табо. Вот, на мой взгляд, это круто. Я не буду давать каких-либо комментариев тому, что, о, блин, зачем такой бренд делать на такую мастеровую гитару, делать на такой бренд и прочие-прочие такие вещи. Я не знаю, я отношусь к этому нейтрально. И давайте я не буду занустывать лишний раз на эту тему. Давайте мы сначала послушаем эту гитару в миксе, потом мы послушаем эту гитару отдельно, и все про эту красотку я расскажу, понятное дело, в конце. Погнали! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И тогда, когда ты начинаешь тактильно ощущать эту гитару, ты понимаешь, что ее эргономика именно обуславливает безумно охренительные удобства на игре таймпингом и тэппингом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и делал какие-либо просто мощные рифы на ней. Это, блин, реально офигенная гитара. Даже не важно то, что она какая-то мастеровая, она просто офигенна даже своей просто банальной формой, брендовой формой, так сказать. У него вот этот вырез по сиську, этот, не знаю, это просто легкая достаточно форма по весу, там, не знаю, где-то примерно 2,5 кВт весит. Так, ладно, давайте не говори какой-то бред на камеру. Короче говоря, по спецификации это гитар-кона. Конечно, на памяти я ничего не помню, надо посмотреть. Так, корпус липа, 2 куска и топ это волнистый ясен. Гриф, клён и венге, то есть вот столько клапаслоев у нас клёна и вот этого прослойчика, соответственно, венге. И видно то, что между венгей еще какой-то, видимо, шпон, то есть маленькая прослойчика, шпончика между венгей присутствует. Накладка, понятное дело, клён 16 дюймов радиус, мультимензурка 27 на 25 дюймов с половиной, лады 24 лады, синтемс 2,8 на 1,4 мм, колки готах, бридж АБМ, сингл бридж, звукосниматели, которые вы слышали только что, это Foki Majestic. Ну и из ручек это не ручка громкости и переключатели. Единственные два недостатка за время пользования за неделю этой гитары я обнаружил, это то, что, ну, точнее три, один из них был уже ликвидирован, то, что у меня звукосниматели, который здесь поставили, я не знаю, что это за новый звукосниматель, ой, не звукосниматель, господи, потенциометр, который здесь стоял, он шуршал. Вот, я поменял его из комплекта Fishman Fluence, на котором мы делали обзор, тоже постпул, вот, и он перестал, понятное дело, шуршать. Ну, то есть он как бы тоже изначально шуршал, но потом, не знаю, какая магия произошла, и это тоже перестал шуршать. Здесь очень тугой переключатель звукоснимателя, очень какой-то странный, обычно ты привык к гитарам, на которых этот звукосниматель именно так вот отщелкивает, а тут надо его, как бы, достаточно, намного больше усилий приложить, чтобы переключить какие-то, ну, звукосниматели. Плюс еще тому, что он как бы не совсем отщелкивает на ту позицию, а как бы просто останавливается, но при этом его все равно можно дальше подвинуть, то есть какие-то немного странные ощущения. И немного странная ситуация с верхним порожком, потому что здесь видно то, что под все струны просто вырезались одинаковые, так сказать, выемки под струны, и на первой струне есть такой немного странный косяк, сейчас покажу это на камеру. То есть струна вот здесь вот в этом лотке, она как бы немножко свободно ходит, и, ну, как бы, из-за того, что прилагаешь какие-то определенные усилия, она туда передвигается на немножко другой, так сказать, другую грань этого, этой выемки в... на порожке, вот, на мой взгляд, было бы очень круто поставить все-таки латунный порожек сюда, ну, и плюс, понятное дело, хоть это было бы к деньгам, но качество было бы лучше, и такого косяка у этого дела не было. Да и хер с этими косяками, ну, серьезно, это реально огонь, просто огнище. Понятное дело тут, что здесь реализован такой же... такой же джек угловой с этой стороны, как и на оригинале. По поводу фокима Джесси, которые здесь стоят на борту, честно, это, наверное, самый лучший пассив, который я когда-либо слышал в своей жизни, потому что все время играл только на каких-либо активах, а пассивы были немного глуховатыми. Вот, даже из серии IMG-HZ, хзы, которые так называемые, здесь очень классный бриджевый датчик, потому что он не совсем до конца, так сказать, глушит сигнал, и достаточно обладает таким очень... ну, просто запасом середины, и очень классно тогда, когда ты играешь на тот же гейн, при приключении на бриджевый датчик, у тебя получается такое ощущение, как будто уже не совсем тот гейн, который ты получаешь при неке, а именно такой, как бы, чуть-чуть уже с закосом на просто чуть-чуть кранч, и это круто, то есть не надо ничего приключать, можно просто лишь добиться какого-то определенного звучания в неке с хорошим гейном, и играть, например, какие-то слики, и переходи в какую-либо часть анонсировки твоей песни, где начинается, например, какой-либо такой кранч. Нек очень классный на чисто звуки, он даже, я бы сказал, очень хорошо выделяется середина, нежели чем флюенсы в этой же позиции, хотя флюенсы, понятное дело, активы, они должны выдавать более высокий, так сказать, усиленный диапазон, в отличие от этих пассивов, но при этом, то есть по звуку где-то, так сказать, наоборот, чуть-чуть получше. Ну, не то, что получше, как бы, нельзя, наверное, говорить то, что что-то получше, либо похуже, потому что в любом случае, любая музыка и звуки, которые ты слышишь, это, блядь, субъективно же, не вот, поэтому все то, что вы, наверное, просто слышали, и, наверное, можете оценить, оценить на записи, которую я сделал. Да, чуть не забыл сказать про практически основное отличие с оригиналом, которое я нашел, это, если смотреть на крепление грифа с основным корпусом, то, понятное дело, болченый. Да, на всех основных аббасе-гитарах гриф, он, по-моему, он вклеенный, либо это какая-то технология инвиз-болт, но, по крайней мере, там болтов сзади на оригиналах аббасе-гитар, что вы никогда не обнаружите. И немного странное решение от хозяев этой гитары, это то, что здесь вот, давайте с этого края лучше я покажу, так будет видно лучше. То есть здесь вот начинается вот этот вот корпус на оболченом грифа, и есть вот такой вот немного странный уголок, который иногда тогда, когда вы играете уже на каких-либо больших, не отучите, высоких каких-либо ладах, на седьмом основной стороне, то тут все-таки вот это вот немного порожек, и, в принципе, положение вот этого большого пальца среди болтах, оно немного как-то вот коробит тебя, потому что ты не привык, когда ты двигаешься по грифу в сторону высоких ладов, то, ну, то есть нижний ладов, то ты встречаешь вот, соответственно, вот эту штуку, и в районе уже там 13-х, 14-15 ладов у тебя больше пальца уже, соответственно, типа дальше не идет. Поэтому приходится переключаться на этот, ну, вот эту колодочку из болтов и уже немножко идти дальше. Вот эта вот выемка, она иногда все-таки мешает, но это, понятное дело, не критично, просто один такой момент, который я обратил на этой гитаре, вот и все. Отдельно благодарность хозяину этого инструмента, который сейчас, в данный момент ее и продает за 95 тысяч рублей. Ссылку на авитообъявление, где продает, собственно, сам хозяин этой гитары, будет у меня в описании, либо в ВК-посте, либо на Ютубе. Александр Замарянов, спасибо тебе огромное за такой инструмент, Сань, реальный инструмент, просто огнище, спасибо тебе огромное, что ты вошел в положение и за то, что дал поиграться неделю на таком охренительной джент прогрессив тэппинг-тамбинг машине. Это нереально круто. И благо, таким людям, которые, соответственно, дают тебе поиграть с инструментом, сделать на нее более-менее стоящую демо, вот, и рассказать про то, что именно такие гитары у нас еще и существуют в России. Вот, ну, на мой взгляд, это всякое лучше, чем делать какие-либо обзоры на какие-то серийные, не знаю, которые недавно вышли, например, на Абанес Экшн, например, серию. Вот, так что, ну, где же ты еще найдешь обзор такой на мастеровый инструмент? Саня, еще раз тебе огромное спасибо. Ну, друзья мои, как-то вот так вот. Гитарка огонь. В принципе, вроде все про нее рассказал. Если что, пишите определенные комментарии и, наверное, я даже сейчас вас заинтригую на следующий выпуск. Что это за пиздец? Господи, что это? Господи, как-то как-то выглядит бомжатски, ну, серьезно. Ну, она странная, просто она странная. Ладно, друзья мои, давайте об этом поговорим в следующем видео. Вот, а так, друзья мои, обязательно подписывайтесь, ставьте палец вверх, если вам понравилось то, что вы сегодня посмотрели. Обязательно пишите комментарии, пишите, если вы владельцы фокин звукоснимателей, нравится ли вам те звучки, которые вы используете. И обязательно пишите, просто пишите. Господи, наверное, я во всех видео говорю то, что просто пишите, поэтому действительно не стесняйтесь. Вот, так что... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok